Может быть, меньше знают творчество меня и люминографического общества. Это метод, современный метод фотографии, где камера становится не просто, так сказать, инструментом, фиксирующим природу и оборужающий мир, что, собственно, сейчас делают миллионы и миллионы людей, а это инструмент, который позволяет, благодаря этому методу, выражать некие свои глубинные внутренние чувства. Я бы даже сказал, что залезть какие-то подпорку и выразить какие-то свои воззрения на искусство, которое тебя переполняет. В принципе, съемка с длительной выдержкой делают многие фотографы, но здесь очень важен момент отбора, потому что я за сейшу снимаю 300-600 фотографий, но я не все в чат. Хорошо, если получится 6 или 10 работ, с которыми можно будет потом работать. Правильно Николай Инакинович сказал, что здесь его именно трогает вот эта вот трепетная рука художника, потому что само движение, которое делает художник, принадлежит именно этому художнику. То есть вы поймите одну вещь, если вы снимаете «Эгнитаж» или «Русский музей», это произведение, созданное другими авторами, это великолепная архитектура и великолепные архитекторы создавали и строили. Но здесь трудно сказать, что здесь что-то есть твоего, потому что сама архитектура, сам предмет, это вызывает восхищение и будет вызывать восхищение еще долгие-долгие века. Как художнику, фотографу найти свой путь в искусстве, потому что нужно здесь сделать какое-то препороснование с изображением, живописцу, графику, во многом сложнее и в то же время проще, потому что он может оперировать громадным арсеналом графических средств, которые ему предоставлены, так сказать, от природы. Фотография что, просто фиксация, казалось бы, все, да? Но благодаря вот этому методу, кого это, конечно, интересует и волнует, можно найти свой какой-то путь в искусстве. И мы в временографическом обществе ставим задачу каждому из художников отмежеваться друг от друга и найти какой-то свой путь, чтобы, так сказать, какую-то найти свою дорожку в этом методе. И мы считаем, что будущее заключается в том, чтобы найти свою индивидуальность, даже в фотографии, хотя это непросто. На этом я хотел бы, так сказать, закончить свою короткую речь, сказать большое спасибо зал, приютившего эту выставку, великолепному музею Царско-Сельской коллекции, Царско-Сельская коллекция. Вот, желаю здравствовать этому музею и всем присутствующим, людям, которые пришли на эту выставку. Спасибо. Спасибо.